Десна ТВ В Десногорске возобновили занятия творческие коллективы. Спустя 4,5 месяца Центр культуры и молодежной политики вновь открыл свои двери для участников творческих коллективов. Активизация физической культуры и поддержание концепции здорового образа жизни в современных условиях – это основные тезисы генерального директора Центра современных спортивных технологий концерна «Росэнергоатом» Сергея Фомина. Направление и способы реализации такого плана в Десногорске в ближайшей перспективе обсудили в администрации города 17 февраля. Наша задача, чтобы соревнования проходили ярко, красочно, по всем видам спорта, чтобы было не только участники, а болельщики, были дети, чтобы города. То есть мы говорим сейчас об экосистеме, о чем говорят сейчас везде. Ставка делается на местный преподавательский состав – тех, кто общается с молодежью напрямую и прививает спортивные навыки и в целом идею здорового образа жизни. Для более успешной реализации своей задачи наставники прошли курс повышения квалификаций на базе Смоленской государственной академии физической культуры, спорта и туризма. Соответствующие сертификаты получили 11 человек. Постепенно входит в привычное русло творческая жизнь в Десногорске. В Центре культуры и молодежной политики города возобновлены занятия творческих коллективов и солистов после долгого перерыва. Это значит, что к привычному хобби вернутся около 300 горожан. Это как самые юные дети от 4 лет, так и артисты 65+. Спустя 4,5 месяца Центр культуры и молодежной политики вновь открыл свои двери для участников творческих коллективов. С 17 февраля мы начали свою плодотворную творческую работу и репетиционный процесс. В полном объеме начали свою работу все 9 коллективов. Они выступают как по направлению хореографии, так и вокала. Но о выступлениях вживую пока говорить рано. В регионе все еще действует особый эпидемиологический режим. Так что пока все выступления только онлайн. Ближайший такой концерт коллективы готовят ко Дню Защитника Отечества. В конце выпуска о погоде. 19 февраля в Десногорске переменная облачность без осадков. Днем минус 15, ночью будет минус 22. На сегодня выпуск завершен. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok